Довольно-таки прилично здесь. Конечно, не Артек, но нам Артека никто не обещал. Артека вам никто и не обещал. Это видео было снято для беспокойных родителей 30 камчатских детей, которых 6 августа отправили в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина» во Владивостоке. До него школьники так и не доехали. Вместо обещанного детского комплекса ребят привезли на обычную базу отдыха. Провезли их мимо лагеря «Жемчужина» и почему-то приморские власти развернули автобус, повезли на обычную базу отдыха. То есть база отдыха для обычных людей, то есть неогроженная территория, доступ свободный, транспорт любого. Люди приезжали на пикники выпить, отдохнуть как положено за свои деньги. Они имеют на это право. Но детям, естественно, там было не место. Есть, говорит, на территории магазин. Ребята пошли, ну, голодные. Пошли. Свободный доступ к продаже алкоголя. Ну, обычная база отдыха. Вы представляете, да? Из Петропавловска школьники вылетели рано утром. До базы добрались в районе обеда. Однако выяснилось, что их там особо и не ждали. Из столовой голодных с дороги детей отправили несолных хлебавших. Они пришли в столовую. Повара грубо их развернули. На вас ничего нет. Обедать приедете, идите в море купайтесь, значит, и поужинаете вечером. Таким образом, детки остались голодные. У них были только на ужин макароны, там сосиска из пластиковой посуды, которая не предназначена для подачи горячего питания. Чай, говорит, тепленький, такой жиденький, несладкий. Эта поездка планировалась в качестве поощрения для камчатских детей за отличную учебу, успехи в спорте и творчестве. Однако награда по факту оказалась весьма сомнительной. Детки действительно способные. Они все попали туда по своим достижениям, по заслугам. У меня вот, допустим, дитё, ему 16 лет. Вот он и все 9 лет он хорошо учился. И он в сборной края состоит, привозит в край медали. И то, что вот он оказался в таких вот условиях, изначально это было, что дети должны были поощриться, и эти дети были выделены. И вот они оказались в таких вот условиях. Ну, как бы, конечно, это шок. Для меня вообще вопрос стоит о том, почему вот, если хотели сделать вот такой бонус вот приятный, почему не сделали наш лагерь? У нас отличные лагеря, и у меня ребёнок там был, и пребывал, и находился. И не надо им там никакое море. У нас отличные бассейны, у нас дух этот вот чувствуется лагерский. Они всегда в восторге. Это действительно насыщенная, хорошая там жизнь, и мероприятия отличные проводятся. А получилось, я вот, ну, как бы в шоке, вот действительно. Ещё один момент, который возмутил родителей – антиковидные меры, которые на поверку оказались бесполезными. Мы сдавали тесты. Вот у нас такой тщательный был. Мы собирали этот пакет документов. Он достаточно большой, весомый, этот пакет документов. Плюс вот достижение всех деток. И они едут на базу, где, ну, сторонние люди. Другими словами, в данной ситуации никакой защиты от коронавируса речи быть не может. Родителей беспокоит и то, что дети буквально предоставлены сами себе. Дитё у меня сам себя занимает. Вот он утром, говорит, там есть спортивный уголок, мам, мы ходим вот на брусья там занимаемся. С ним одноклассник полетел тоже. Мы вот ходим на брусья занимаемся. Мужчины играют в волейбол, мы хотим к ним присоединиться. Вот вчера вот они к ним присоединились. То есть, понимаете, это что, лагерская жизнь? Они сами себя занимают. Вообще какие-то неизвестные взрослые люди рядом с ним. И люди, это вообще мы, мы вообще не понимаем. Они там ходят, он говорит, ну, нам с утра приходят, вот проверят нас. И вот мы целый день сами себе предназначены. По территории, к морю идут с другими людьми. Они же там отдыхают, они же тоже заплатили деньги за свой отдых, да. То есть, у них отдых, как у обычных, нормальных, стандартных людей. То есть, там алкоголь, конечно же, там маты, там все. То есть, это оздоровительный лагерь. Ну, я что-то не понимаю, значит. Узнав, в каких условиях оказались их дети, родители забили во все колокола. После того, как публикация с этой историей появилась в инстаграм-паблике «Камчатка онлайн», лагерной неразберихой заинтересовалась и прокуратура. Камчатское и Приморское надзорные ведомства сразу же организовали совместную проверку. Сотрудники контролирующих органов побывали и на самой базе отдыха, куда поместили детей. Прокуратура Камчатского края во взаимодействии с прокуратурой Приморского края организовала проверку по публикациям в социальных сетях о ненадлежащих условиях пребывания детей на базе отдыха «Нептун» на территории города Большой Камень в Приморском крае. Прокуратура Камчатского края проверит организацию направления уполномоченными органами детей к месту проведения отдыха. По информации прокуратуры Приморского края на базу отдыха «Нептун» с привлечением специалистов контролирующих органов выехал Большекаменский межрайонный прокурор Сергей Обухов, который проверит условия пребывания детей, организацию их питания и отдыха. Результаты проверки контролируются в органах прокуратуры. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования. Как так вышло, что вместо обещанного оздоровительного лагеря дети оказались на базе отдыха бок о бок со взрослыми и не всегда трезвыми отдыхающими на неохраняемой территории. Этот вопрос родители адресовали в министерство, которое направило их детей во Владивосток. У нас есть группа WhatsApp родителей детских оздоровительных лагерей «Жемчужина». И, конечно, не сразу была включена в группу представителей министерства соцразвития Юлия, но когда она подключилась к нашей группе буквально вчера, она нам все объяснила, что действительно производилась, оказывается, в лагере «Жемчужина» санобработка. Была пересменка. Одна смена уезжала, другая, значит, приезжала. И вот наши дети на время были поселены на эту базу отдыха «Нептун». Но все дело в том, что, конечно, приморцам необходимо было директору просто надо какой-то выговор сделать «Жемчужина», потому что если она планировала заселить на время даже наших детей, надо было оповестить базу отдыха «Нептун», чтобы там была произведена обработка. Кто спал на этих кроватях, кто пользовался этими туалетными, в смысле, унитазом хотя бы той же ванной, раковиной, понимаете. Я говорю, Машенька, возьмите тряпочки, хлорку, там все это обработать. Нету ничего. Оперативно прокомментировать ситуацию нашей редакции в министерстве не смогли. Но зато там объявили срочный сбор всех родителей, отправленных во Владивосток детей. Массмедианьюс следит за развитием ситуации. Редактор субтитров А.Семкин